С начала недели вода в малых реках Солонешинского района поднялась на 3 метра 70 сантиметров. Такого серьезного паводка здесь не видели с 2014 года. Тогда вода была на 10 сантиметров ниже. Эвакуацию провели уже через два часа после подъема рек. Для оповещения населения использовали автомобильные сирены. К работе подключились и полицейские. И жителей никто не пострадал. Сейчас вода в районе отступает. Многие уже покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома. Спасатели из других регионов продолжают помогать силам, находящимся в Алтайском крае. Это новосибирцы, это красноярцы, это спасатели республики Алтай. И будут находиться здесь до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. По словам главы региона Александра Карлина, паводок в этом году развивается интенсивно. Необходимо принимать быстрые решения, чтобы помочь жителям потопленных районов. Прогноз на будущее оптимистичный. Как говорит губернатор, уровень воды постепенно идет на спад. Динамика в целом отмечается в лучшую сторону. Постепенно сокращается количество потопленных земельных участков, потопленных жилых домов. Сегодня в течение дня на две сотни домов меньше, чем мы начинали работу с утра. Но, тем не менее, объем работы большой. Тем не менее, расслабляться рано. Предстоит оценить ущерб в потопленных территориях и помочь пострадавшим от паводка. В ряде районов планируют проведение взрывных работ для ликвидации заторов на реках. Начинает работу группа специалистов Минстройтранса и Алтая Автодора. Они обследуют все поврежденные мостовые переправы. Будет разработана дорожная карта, чтобы определить приоритетность и характер восстановительных работ. Также те, кому требуется помощь, могут обратиться в главк регионального МЧС, где в круглосуточном режиме работает единый телефон доверия. Его номер 65 82 19. Владислав Кириенко, Антон Червяков. Новости.